Что-то мне не по себе. Слушай, походу, аэропорт реально где-то очень далеко от города. Снаружи реально какой-то лес. Это закат! Я, короче, поняла, почему таможенник для меня сочувствовал и посмотел, когда я ему сказала, что я не говорю. Здесь люди по-английски плохо понимают. Продолжение следует... Вот мы ужинаем, потому что выйти куда-то далеко нам как-то немножко стало стрёмно. То есть при первых же шагах из подъезда мы наткнулись на двух ребят, делающих... Не-нет? ...под другого. Нет, в смысле не два другого, а один другого. С трущимися пацанчиками в подворотне. Вот, и... Во-первых, в Бразилии, короче, холодно. Тут плюс 17. Все ходят в площадку. Ну, кстати, кучу мусора убрали вчерашнюю. Бомжей вроде тоже из окна не видно, как и барыг. Может, тут просто не нужно после заката выходить. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Вообще, тут каждый угол настолько странный. Блин, ну слезарность, конечно, невероятная. Вот, вот там... Ну, с другой стороны, если бы, мне кажется, у нас было столько площади для тренировки, то у нас тоже там много. Очень много заброшек всяких. То есть вроде красивый дом стоит, а там как бы будут стекла, никто нет. И немножко страшно, что лучше сейчас ограничить, куда-нибудь пойдем. Местный напиток. Молоко с соком. Довольно странно. Местный путь. Я уже даже начала понимать. Слепо, паэйсэ! Реаль. Реал Реал Он на шанса Суплайм Лёд Саппорит Городинская Душкость Проститут она Берётся щит Короче, тут капец, я уже видела 15-летнюю беременную проститутку И сейчас увидела Девушку, которая У меня нога тоньше, чем у меня рука А это, знаете ли, показатель Берем 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 Бразилия, страна возможностей.